Генеральный спонсор места происшествия. Станция технического обслуживания. Сервискар. Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя. 54. Только в августе в джинс-банке. Каждую неделю джинсовая пятница. Скидки до 50%. Торговые центры Микс. Росинка. Март. В Советске осудили 49-летнего Ивана Логинова, который плоскогубцами избил до смерти свою сожительницу. По словам мужчины, он в пьяном угаре приревновал возлюбленную к своему знакомому. На следственном эксперименте мужчина рассказал подробности конфликта. Дошли домой. Был у меня пузырел. Я выпил. Ругались с ней. Я стукнул, она упала. В день преступления Иван и Людмила вместе выпивали. По данным следствия, пара была пьющая. Как говорится, злоупотребляли спиртным. После прогулки Иван устроил скандал. Мужчина заподозрил Людмилу в измене. Причина до конфликта какая была? Ну, проревновал ее. Кому? На улице выяснять отношения с сожительницей он не стал. Устроил разборки в доме. Вот тебе ладошку только и... Покажите как. Ну, вот она сидела. Ударом ладошкой дело не закончилось. Потерпевшую Иван стащил с дивана, сходил за плоскогубцами и стал бить женщину по голове. Сколько ударов нанесли? Я вот не помню. Ну, примерно. Я написал 6 ударов. С силой наносили или нет? Нет, я не хотел ее убить. Какой рукой? Правой. Убивать не хотел, думал воспитать, что пресс другими мужиками не гуляла. После таких ударов женщина еще была жива. По словам осужденного, он накрыл сожительницу покрывалом, оставил ее лежать на полу, а сам лег на диван и уснул. Проснувшись, обвиняемый заметил, что сожительница не подает признаков жизни, после чего вызвал медиков и сотрудников полиции. Как показала экспертиза, причиной смерти женщины стала закрытая черепно-мозговая травма. Впрочем, когда Иван понял, что Людмила умерла, он решил скрыть следы преступления. Пока ехала полиция, он ретушировал раны на трупе сожительницы. Вы начали обтирать рану на голове и замазывать тональным прямым. В связи с чем вы это делали? То, что раны не было. В итоге Логинов был арестован. На днях ему вынесли приговор. Мужчине назначили наказание в виде 9 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу. Она нанесла удары железными пассатижами. Вы понимали, что от них может наступить смерть человека? Понимал, да. И в настоящее время тоже понимаете. Михаил Вагин. Место происшествия. Партнер проекта интернет-портал автозапчастей ADEO PRO. Просто низкие цены.